Два дня на то, чтобы доздать экзамены. В Искитиме идут последние резервные дни для тех, кто не смог присутствовать в основное время. Таких в городе набралось не более 10 человек. О том, как ребята справляются с едиными государственными экзаменами, расскажем далее. Стресс, слезы, истерики и усталость. Но теперь это позади, говорит Елизавета. Сегодня у него последний экзамен – биология. Позади еще три – английский, русский язык и общество знания. Подготовка шла. В свое время, что я сидела на карантине, я готовилась. В основном к русскому. Когда пришла, немного удивилась, что все реально были в масках, везде были эти антисептики. Прям дистанцию все соблюдали. Пятница и суббота – два последних резервных дня для сдачи ЕГЭ в Искитиме. В кабинетах ребят немного. Один-два человека. Сдают общество знания, химию, биологию, русский язык и географию. Основной период сдачи единого государственного экзамена уже завершен. В среднем, отмечают специалисты, школьники стали лучше справляться с этими испытаниями. Русский язык у нас повысился, как я уже сказала. Литература у нас повысилась. По сравнению с прошлым годом было 54,9, теперь 62,4. Наивысший балл у нас 72 балла максимальный. Ну, по математике, географии, информатики более низкие. Но зато есть по математике 88 баллов у нас на высший балл. По информатике 84 балла максимальную. Пропускной режим не изменился. Проносить с собой ребята могли только черную гелевую ручку и паспорт. В связи с эпидемиологической обстановкой школьники приходили по определенному графику. Придерживались социальной дистанции при рассадке в кабинетах. Маски и перчатки для них были по желанию. Комплекс санитарных мер. То есть это обязательно температурный режим, обязательно обработка рук. И на мой взгляд, как-то все серьезно отнеслись. То есть у нас не было таких людей, у кого повышенная температура. Я считаю, что это, так скажем, даже психологически благоприятную атмосферу нам создавало. Сдача единого государственного экзамена прошла в Эскитиме спокойно. Было выявлено лишь одно нарушение. 11-классника удалили с экзамена за шпаргалку.